Здравствуйте, друзья, к теме, к любимых байткастеров в России, в Беларуси и в Украине, видимо, вот у нас у всех байткастеров, у новоначальных и у некоторых даже уже опытных в теме дальней заброса, это еще раз повторяю, почему-то она в фаворе, как будто мы на море ловим постоянно где-то там или рекорды ставим в продолжение. к предыдущему видео, я об этом уже упоминал, сейчас я вам покажу поточнее, в ранних видео, как это сделать, значит, что нужно сделать, чтобы убрать вибрацию в подшипниках, убрать вибрацию в подшипниках, которые в самом подшипнике, в шпульных. сами подшипниках, сами шпульные подшипники имеют вибрацию в микрозазорах, без микрозазоров подшипник не собирается, потому что маслу нужно где-то находиться в этих микрозазорах, поэтому микровибрации в подшипнике есть, по мере его износа вибрация усиливается, если это полукерамика, вибрация еще больше усиливается, поэтому, в принципе, я отказался от полукерамики уже, в ранних видео я говорил, что гремящая полукерамика начинает бросать ближе, чем даже гремящая сталь. И вот эта микровибрация передается в посадочное место, которое везде разное, даже в японских катушках, как бы кто там их не нахваливал, что это идеальные качества, нет, конечно. А везде допуски разные, обработка, фреза, тупица, еще что-то, еще что-то, тонкая подгонка там в станке, и везде по-разному. Бывает очень достаточно плотненько входит. Я это сделал, допер до этого, но так как это мне было интересно, еще до того, это не то, что вам сейчас вот это понты кидаю и хвалюсь, до того, как шаманисты выпустили вот этот свой Silent Sonic, как это выпускает, эта система называется, я путаю все время, подпружиненный подшипник именно для этого, чтобы устранить вибрацию. Что такое устранение вибрации? Это такое не супер заметное, но достаточно заметное увеличение в дальности. Я экспериментировал над этим, и могу вам с точностью сказать, что это именно работает. Сейчас я немножечко подзабил на это, но не совсем. Если плотность подшипника вот такая вот, видите, никакая. Никакая пружина вам не подожмет, пружинная шайба, скоба не зажмет. Плюс еще люфт в самой оси, во внутренней части обоймы подшипника. Вот эти два люфта, передающиеся от микролюфта в шарах подшипника на внешнюю обойму в посадочном месте и между осью и внутренней обойму, создают вибрацию. Все это вкупе дает определенный шум при броске. Многие путают это с шумом кулачков. Надо различать шум кулачков тормозных в системе центробежной. Вот шум подшипник. Замедляют полетные характеристики. Причем здорово. Когда вы это сделаете сами, то, что я сейчас вам покажу, устраните это биение, то вы ощутите заметный такой, ну, приличный прирост в дальности броска. Делается это при помощи... Я делаю при помощи суперклея. Можно использовать... Почему суперклей? Потому что он тоньше. Можно использовать лак. Вроде вот свободно, но если перегрузить посадочное место, то можно, грубо говоря, слишком толстый. Придется потом каким-нибудь специальным лезвием вот таким вот подтачивать это все. Убирать излишки какие-то. Поэтому, чтобы это не произошло, я использую вот такой суперклей в больших тюбиках. Не в маленьких, которые засыхают. Капаю на какую-нибудь поверхность, на какую-нибудь крышечку. Беру зубочистку, окуная кончик в этот суперклей и наношу прям, грубо говоря, на середину всей, в данном случае, вертикальной плоскости по капельке. Раз, два, три, четыре. Можно три. Все это можно опытным путем, ничего страшного, потом просто подтерли, если что-то. Иногда просто и беру, а могу прямо вот так вот размазать чуть-чуть. Это очень-очень тонкая пленка. Если недостаточно, можно еще раз сделать. Подули, буквально там пару минут, и он высыхает. Суперклей в таком тонком несении. И проверили, взяли отдельно подшипник. Просто нет здесь отдельно. Отдельно. И попытались вставить. Видите, идет туговато, но не очень. Вот этого туговато уже достаточно. Можно засандолить туда и не вытащить. Для этого я использую, они вот есть фирменные съемники, я не видел, люди сами делают. Из пружинной стали вот такой вот два крючка загибаю. Причем сталь хорошая, она не сломается у вас, не перекалена, если пружинная. Можно кончик чуть-чуть подточить, что это как микрофомочки. Вставляете внутрь подшипника, он распирается. Я даже одну иногда вставляю. Там хватает местечка под ним, чтобы выдернуть оттуда. Если у вас такого нет, вы его просто не вычислить потом оттуда. Никак. Поэтому обязательно нужен будет вот такой съемничек. Сделать из пружинной стали. На больших подшипниках, которых у нас нет в катушках, дополнительное пережимание сильное влияет на верхнюю обойму и зажимает даже шарики. Кстати, я это делал на тике, на каймане, на катушке, на бочке. Там один из шпульных подшипников просто здоровенный. И вот его поджимало. Даже шпуля прекращал. На этих подшипниках, на маленьких, такого не происходит, даже если такой с достаточной натяжкой. Все. Пошел туговато, но не так, что прям надо его туда заколачивать прессом, а пальцем. Этого уже достаточно. Вот у вас внешнее убиение по внешней обойме уже не будет. Значит, в раме можно сделать то же самое. Только предварительно обезжирить это место и это, и то, чтобы не было масла обезжирить хорошенько бензином, там что у вас есть, не важно. Хорошо промыть. Сначала вытащить все эти пятаки, все это обезжирить, промыть и потом все это делать. Потом масло уже потом наносить. На сухую обезжиренную поверхность суперклей. Хватает надолго. Туда-сюда же вы его не гоняете. Да, навсегда практически. В раме можно сделать то же самое процедуру. Обезжириваете аккуратненько, нанесли. Даже если чуть-чуть у вас подожмется подшипник, главное, чтобы это не было с одной стороны, чтобы он не ушел в какую-то сторону. Там даже если незначительный уход в какой-то страшный, ничего не будет. Все. Чтобы усилить эффект, еще усилить, то вообще усовершенствовать, то я подшипник вынимаю из боковой крышки, сажаю его вот сюда максимально на ось та, которая короткая, та, которая с подшипником входит в крышку, до конца сажаю и прокапываю суперклеем также через зубочистку, ни в коем случае не через тюбик, иначе выливанете в шары. Чтобы попал во внутреннюю обойму. Можно намазать вот так вот оську чуть-чуть аккуратно и до конца, до конца. А сегодня, значит, тогда вам уже стопорные кольца не нужны будут. У вас, грубо говоря, шпуля будет вместе с подшипником, как вот здесь сидит, но здесь я просто пытался вынуть его, и до конца не вынул. Именно до конца. То же самое здесь, с противоположной стороны. Подшипник сидит на суперклее. Чуть-чуть прям капнули. Она там разошлась, и всё. Потом вы просто сдёрнете его оттуда, если надо будет. Если заклеите супер, хорошо, сдёрнуть тяжеловато будет. Но сдёрнете, если надо будет. Я сдёргивал. Вот эти два подшипника заблокированы суперклеем здесь на осях. Плюс посадочные места у вас имеют вот это уплотнение из суперклея. Вся эта конструкция уже не даёт этой вибрации. Грубо говоря, в четырёх местах. От двух подшипников, от двух мест, передаёт по два на каждую сторону вот эту вот вибрацию. Это, если вы только занимаетесь лонгкастингом, прям вот чётко, вам это надо, можете вот так сделать. поэкспериментируйте на какой-нибудь старой катушке. Это лучше, чем Silent Sonic вот этот вот. Вот. И всё. Собственно говоря, если вы не хотите этого делать, то, по крайней мере, смазывайте внешнюю обойму и внутреннюю густой смазкой. Ну, чуть-чуть нанесли и вставили. Тоже уменьшает вибрацию, но не сравнить вот с этим, то, что я вам сейчас показал. Я иногда маркером, прям чёрным, перманентом мазал вот так вот. А он густой, когда новый маркер хороший, жирный. Прям мазал вот так вот подшипник, мазал, мазал, мазал. Потом этот подшипник туда вставлял, он тоже немножечко даёт плёнку толщину. Ну, сами понимаете, всё это периодически надо, как говорится, подмазать. А так вы просто засандолили. Минимальное, что вы можете сделать. Теперь минимальное, но тоже ощутимое. Это, грубо говоря, вот только здесь в одном месте в крышке вы берёте, делаете уплотнение суперклея, как я вам показал, загоняете туда подшипник, фиксируете его скобой, ну, как обычно всё. И всё. Даже одного вот этого момента без рамы, без уплотнения в раме, уже грубо говоря, достаточно, чтобы почувствовать разницу в вибрации и во всём таком, что мешает дальности броска. Собственно говоря, вот так просто. Ну, раз уж люди у нас хотят далеко и надолго бросать, то уж вот без этого, даже у меня японцы-то и то вкурили и стали вот это, ну, шаманисты, по крайней мере, заморачиваться. Так обычно в мультах никто не заморачивается. Лонкастеры вот эти, я не знаю, у них там кастомные свои варианты, они, может быть, там и заморачиваются. Не так, может быть, просто там подгонка другая идёт подшипников и всё. Хотите, можете проточить вот окриканавку вот здесь вот, посередине подшипника и подобрать тонкое резиновое уплотнительное кольцо, как тоже делают шаманисты. Кстати, у кого метаниум или бантам, метаниум 20 или бантам, там, где, кстати, вот эти резиночки, подпружиненные подшипники, вы когда вставляете шпулю в раму, потому что я в обзорах вижу, многие не догоняют, когда шпулю в раму вставляете, потом одеваете эту крышку, нет, вставили в шпулю и защелкнули там шпулю. Вы увидите, как она щелк, то есть подшипник там встал в свое положение. Если вы этого не сделаете, он у вас вот этой пружиной подпружиненной получается распертой между внутренней и внешней обоймой, и у вас как бы микроизнос постоянно идет. Зачем вам это? То есть, правильно стоящая шпуля в этих подпружиненных шаманах, она, когда вы крышку это откручиваете на этом моноблоке, шпуля не должна вываливаться. Вы оттуда щелк, чувствуете, так же обратно вставили, щелк туда и все, она не вываливается, значит все правильно стоит. И потом только вот эту крышку закручивать. Ну, это так, для справочек. Спасибо за внимание.